что фокс сегодня у тебя съемка будет надо быть красивым к встрече с новым хозяином вдруг тебя кто-то увидит влюбиться в тебя в такого красоту на как вы уже наверное поняли красоту на зовут фокс в приюте он появился как новогодний подарок в преддверии праздника пёс спрятался от морозов в одном из подъездов барнаула жильцам старался не мешать но особо мнительные старушки решили что собаки на лестничной площадке не место волонтеры забрали тарьера в приют очень такой контактный парень и конечно ему нужно движение ему надо там ко всему так с любопытством все у него все тревожно все интересно потому что все таки исходя из породы порода фокс терьеров это охотничья порода можно предполагать что все таки судьба его была такая что он куда-то ходил с хозяином кота влез на охоту почему фокс оказался на улице сотрудники ласки не понимают по всем признакам у него был хозяин но куда делся почему не ищет фокс фокс ты слышишь меня фокс фокс видимо у него была какая-то растерялся не привык да еще к своему имени не привык к новому имени как долго будет привыкать к новому хозяину предсказать невозможно ведь мы не знаем как пёс жил раньше и кем для него был человек если у собаки был негативный жизненный опыт то есть она например по успела побродить по улицам получала пинков из-за трещин то есть люди обращались не не очень хорошо а если еще предыдущий хозяин обращался не очень хорошо то вообще то есть собака от людей по сути в дело очень мало хорошего такая собака будет людям очень долго не доверять не нужно здесь торопить события то есть если вы видите что собака избегает контакта не нужно к ней есть вы проявите себя адекватным ну то есть вам бы тоже не понравилось если бы кто-то пытался нет но ты подружись со мной нет я очень хочу чтобы ты со мной подружился не церкви хороший этого рыжего пса зовут фродо когда-то он тоже жил в приюте в 2015 году мы снимали про него сюжет он был героем рубрики в добрые руки пес не доверял людям был агрессивным и злым собака попала под колеса автомобиля но человек не помог оставил умирать на трассе а вот таким фродо стал благодаря евгении именно она увидела покалеченного пса привезла в ласку а после приходила туда каждый день пока он не поправился его нужно было лечить лапу а он не давался никому в руки кусался а со мной было все хорошо поэтому я приезжала постоянно к нему а потом как-то уже там осталось и потом решила его забрать и он уже четыре года у вас есть надежда что благодаря нашему проекту фокс как и фродо станет домашним псом вот только потенциальному хозяину необходимо помнить что собака любая это не игрушка да они готовы быть преданными любите доверять человеку но лимит доверия и у собак заканчивается поэтому прежде чем взять животное из приюта необходимо быть готовыми любым и даже неприятным сюрпризом собака может бояться новых людей обстановки животное из приюта не приучено к выгулу хозяин должен относиться к этому с пониманием и терпения собака особенно которая жила в приюте да еще и с рождения у них может быть страх одиночества то есть она всегда жила в окружении других собак она жила в вольере с несколькими собаками тут она оказалась абсолютно одна что делать в незнакомом доме она еще к этому хозяину толком не привыкла то ли ее бросили то ли и закрыли то есть собака может начать скандалить может шуметь может начать копать дверь например может начать драть диваны то есть это все будет будет до какой-то степени происходить пока она не успокоится и не поймет что да она действительно здесь живет что это действительно теперь ее дом если меркнет свет по кошке на душе скрипутся кошки кто сумеет вам помочь кто прогонит кошек прочь это знает вся ты, это не слова, это не собаки нету души слова, это не собаки ласкови собаки, мы смеем собаки нету души слова нету души слова на